Все карты. Ну что, готово? Итак, ситуация. Готовится большое лагерное мероприятие. Каждый участник отряда должен принимать участие. Во время репетиции вожатка распределяет роль так, чтобы на сцене выступали все. Один ребенок отказывается, объясняет это тем, что боится выступать. Боится забыть слова и хочет показаться смешным. Вожатка решает бороться со страхом выступления радикально и назначает этот ребенка на одну из главных ролей. Ребенок замыкается, на контакт с вожатым не идет, репетиции пропускает, слайс на плохое самочувствие. Первое, что мы хотим отметить, то, что голосович на ошибку вожатого, поставив ребенка на главную роль. Потому что видно, что он боится сценой, как действует с витиками. Ну, это очень-очень. Но, в случае, что случилось, что мы предлагаем. То есть, ребенок замыкает, значит, нужно его как-то немножечко задобрить, прийти, допустим, в коробку где-то, в банк, кстати, поговорить, объяснить, что это была, да, моя ошибка, признать вину, не правоту. И, конкретно в этом мероприятии можно поставить музыкальную массовку, чтобы, вот, ну, нам Назур Евгеньевич написал, что нужно представить ситуацию так, чего мы хотели. И, возможно, мы написали, что можно поставить массовку, чтобы человек приезжал к сцене, приезжал к зрителям. Еще, возможно, во время, вот, когда придумать отрядные мероприятия, тоже такие связанные с мастерством, чтобы он в отряде сначала привыкал к выступлению, быть с ним в команде, чтобы он как-то подключался к пожарному, тоже проявлял себя. И, кажется, чуть-чуть, сначала начиная с отрядных мероприятий, потом уже массовку, и там уже все, главный ролик. Да, шикарно. Есть что добавить? У меня даже тоже нечего добавить. Да, все, очень хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что, я хочу добавить, показаемую ситуацию, в принципе, да, все эти ситуации, потому что, вот, дети считывают, вот, вот, представьте, что они считают, что подойдите, это считается низко. Дети моментально считают низко. Вы даже не представляете, насколько они как логатки вот этих. Если вы хотите обманывать, если не что-то говорить, они сразу, сразу же просто это просят. А если вы искренне понимаете, что лучше правда не подцепить друг другу, я обожатый, а ты ребенок. Давай послушайте меня, дорогой мой. А если вы искренне подойдете, и извинитесь за данную ситуацию, а это действительно, это очень радикально было, когда ты все решила, шишки. Тогда можно быть, это очень сложно сделать. Первое, когда я ребенку очень сложно. Но если это будет искренне, то тут уже можно будет. Хорошо, Василий, прошу. Итак, написание ситуации. На шутоке, сменного взаимодействия от 9 до 11 лет, добавился мальчик 9 лет. Мальчик впервые оказался в лагере. С первых дней своего пребывания в отряде, мальчик стал испытывать сложности в общении со сверстниками. Дети неохотно принимали его в свою игровую творческую деятельность. Мальчик становился замкнутым и необщительным. В разговоре с родителями по телефону просился домой и плакал. Итак, мы с коллегами посовещали и решили, что, во-первых, допрямоченная изначальная ошибка, и когда приходит новый человек в дом, нужно сразу вливать его в принятие. Не отстранять сразу какого-то деятеля, который в лес вовлекает, чтобы дети к ним сразу же привлекали. Ой, как-нибудь. Но если все-таки дошло до того, что человек становится намкнутым и общительным, во-первых, мы хотим напомнить деятелям о том, что мы все равны, мы все семья, и нет ли людей, которых мы должны выделять. Это первое. Ну и второе, самое главное наше оружие, это наши игры, интерактивы, естественно, даже поутинка. Можно, мне кажется, и проехать, если появился новый человек в коллективе, тогда кто-то заметит в любом углу, на складе, с которым у нас ходят интересы, можно пообщаться. У человека уже появится хотя бы один друг, и это уже будет проще. Вот. И все остальные, в принципе, интерактивы. И тогда, я думаю, что здесь распространство и все получится. Хорошо, смотрите. Ну, музыка, это тоже есть. Я не могу. Правильная мысль в том, что ребенка необходимо сразу представить коллектив. Ребенок сам рассказывает, например, в матемии, ребенок сам рассказывает, сам представляет коллективу, а не то, что на какой-то день заехал ребенок, такое бывает, на какой-то день заехал, иди раз, какой-то чемпадан, а мы с вами пойдем со стола. Нет. Мы его представляем на гряду. Мы сами должны взять и постепенно, аккуратно шутить его в коллектив. И вы увидите, как дети, когда с вашей подачи начнут его замечать, да, мы сожатку в шоу-бестазу, естественно, они кто-то там ходит, вероятно. У нас еще. Естественно, постепенно будет приваться в судьи. Ребенку будет сложнее, конечно, адаптироваться, потому что это тоже. Но я, знаете, я не думаю, у кого-то есть временно детская объединение, временно детский эффектив, но, тем не менее, с вашей подачей это действительно можно будет сделать. И сделать, и можно будет хорошо. Главное, обращать на это внимание. Не забить. Да, хорошо. Есть что добавить к кому? Нет. Нет. Хорошо. Спасибо. Спасибо. В первую очередь, можно отметить то, что это поменять реальная ситуация, то есть это не свежево, но здесь, как бы вожат, он не заболеет уехать. А здесь можно понять все это, как это новые вожаты. Новые в коллективе они еще не могли не адаптироваться. Но мы в свободное время провели с ними беседу, объяснили всю ситуацию, что это абсолютно нормально, что человек может уехать просто. И провели бы игры на случай и в новом вожатке, чтобы они уже дополнялись и понимали, что это больше не кожево жак, это все остальные конфлитов, которые мы вверху, чтобы ему нужно прислушиваться и больно им слушать. Что он действительно до конца смены не верен. Так, все верно. Тут тоже, опять же, не значительная ситуация, а решать ее решать. Все можно, да? Правильно сказала, потому что это вполне реальная ситуация, буквально, почему я взяла эту ситуацию, буквально в прошлом году сферой Олеговной была такая ситуация, когда ее перевели с одного отряда на другой, отряд был достаточно... Она медная, честно, она три раза переходила на разные отряды. Не потому, что она не справлялась, потому что мы были наоборот, как сильного педагога, перевести на другой отряд. И у нее была такая ситуация, действительно, и в первую очередь необходимо сразу детям показать свой авторитет. Показать сразу уже, как только вы пришли на отряд, что вы не просто там, здесь, рядом ходите. Они действительно, они привыкли, в свои первые три дня, они привыкли, вот, вроде, воспитатель мой, вроде как бы я его должен слушать, а тут хобана, там, в середине смены он меняется. Что это такое? Я тебя не буду слушать, у меня уже все устоялось. Нет. Сразу приходим, сразу говорим о том, что ваша внутренняя уверенность в том, что это ваши дети, вы закрепляете, что это ваши дети, и только тогда, когда у вас есть внутренняя уверенность, что вот, я авторитет в этом отряде, это мой отряд, это не кто-то чужой, а в этом случае дети увидят, что вы себя поставили, и тогда начнут слушать. Тут нужно обладать вашими личностями, в качестве вашей сильной личностью, чтобы показать авторитет новой группе детей. И, опять же, как в случае с ребенком, который, да, вывелся в середине смены, начните с того, что, так, не вы стали построить, мы идем на мероприятие, а нужно переставиться. А дальше, да, мы вливаемся в новый коллектив. Мы заходим, значит, меня зовут Настя Владимировна, я работала раньше на таком отряде, сейчас я перейдю в ваш отряд, к сожалению, есть на этом свои причины, потому что ваш вожатый заболел, и вы любили некоторое время, но у меня какие-то интересы, рада с вами познакомиться, давайте будем общаться. Располагаете в себе детей, они такие, вроде, вроде неплохая такая, вот, и уже на этот момент они к вам уже присматриваются. Потом, первое, строятся все быстро, кто-то такая, потом, так, нет, куда ты пошел, взял, построился. А, пока она еще умеет говорить о том, что у нее надо слушаться, оказывается, познакомились, авторитеты, где-то начинаем нарабатывать, да, это придется сделать очень сразу и быстро, но тем не менее, наработали авторитет и погнали дальше работать. Вот и все. Спасибо.